Приготовьте вместе со мной нереально вкусную цветную капусту в сухарях. Для этого нужна небольшая головка капусты или в зависимости, сколько вам объем блюда нужно и какая у вас семья. Отвариваем ее, разделяя на кочерыжки до состояния альтенте, это обычно 5-7 минут. Остужаем, берем 2 яйца, взбиваем вилочкой. Возьмите любые специи, очень вкусно для мяса, сейчас сбор специй, смесь специй, очень-очень вкусный, дает вкус. Сами непосредственно панировочные сухари, именно они дают такую хрустящую корочку. И вот мы отварили цветную капусту, 5-7 минут больше не нужно. Она остывает, если большой качанчик капусты, разрезаю вот так вот пополам, смачиваю в кляре и обваливаю в сухарях. Там впереди, вы видите, сковородочка, у меня уже жарится капусточка. Вот так вот в кляре и в сухарях, значит, сухари, соль и смешала я со специями. Именно специи дают нереально вкусный привкус такой. Это очень вкусно, действительно, что капуста может заменить мясо. Жарим на среднем огне до такой образования курочки хрустящие и выкладываем на блюдо. Ну, хозяюшкам хочу сказать, что цветная капуста содержит такие макро и микроэлементы и витамины, которые действительно играют очень большую роль для того, чтобы ваша грудь была пышная и здоровая. И, конечно, влияет на мышечный тонус. Поэтому готовьте и полезно, и вкусно. Да, капуста жареная, она в кляре, но это не кляр, это сухарики просто, но она очень вкусная и для вашего организма будет очень легко усвояема. Но если вы предложите своему родному, любимому мужу или даже детям, капусточка у вас улетит просто на раз-два и все. И вам опять придется готовить. Поэтому у меня головка капусточки небольшая. А если бы я взяла бы побольше, то, конечно, бы едой я была бы обеспечена на несколько дней вперед. Я очень люблю это блюдо. Оно у меня всегда в этот период сезона. Очень вкусно и здорово. Готовьте вместе со мной и получайте удовольствие от еды.